МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как-то мы с вами уже говорили об истории русской печи. А для сегодняшней обыкновенной истории выберем кое-что погорячее. Тоже печь, но микроволновую. Костер, очаг, дровяная печь, плита газовая, потом электрическая. Таков был путь человечества к микроволновке. Электричество и электроплитки увеличили количество источников тепла для приготовления пищи, но принципиально не изменили сам принцип готовки. Как и в очаге, в первобытные времена в электроплитке жар снизу идет вверх. А вот новый путь и образ жизни открыл для кулинаров и домашних хозяек Перси Спенсер, герой Второй мировой войны и автор 120 изобретений в области электроники. Вначале легенда. Как и во всяком легендарном повествовании, в этой версии изобретения микроволновой печи главный действующий герой – случай, бог, изобретатель. Вторая мировая война близилась к концу. Инженер американской компании Raytheon, специализировавшийся на производстве военной техники Перси Спенсер, испытывал новый аппарат. Это был излучатель сверхвысокочастотных волн, предназначавшийся для радара ПВО. Спенсер стоял перед магнетроном, генератором мощных электромагнитных колебаний, приводившим в действие радарную систему. Вдруг он почувствовал, что в кармане у него происходит нечто странное. Там плавилась шоколадка. Но в лаборатории было прохладно, и тут Спенсер осенило. Он ринулся в буфет, купил там сырые кукурузные зерна и положил их перед излучающей антенной. Опа! В одно мгновение они стали попкорном. Следующий эксперимент прошел уже на сыром яйце. Но оно уже просто взорвалось. А теперь менее увлекательная, но, похоже, более правдивая версия. Время тоже. Конец Второй мировой войны. Та же кампания, в которой происходят действия. Ну и главный герой на своем месте. Все тот же Перси Спенсер. В этом повествовании на первый план выходит мотив. А подоплека была такова. Раз война близится к концу, то компании Рейтон, тесно связанной с американским ВПК, тучных заказов скоро уже не видать. Глава и основатель компании Лоуренс Маршалл поставил перед своими специалистами жизненно важную задачу. В кратчайшие сроки освоить выпуск в мирное время какой-нибудь совершенно новой продукции для народа-победителя. Конечно, американского. Революционный выход из этой ситуации предложил именно наш Перси Спенсер. И вот в 1945 году он зарегистрировал патент на аппарат для приготовления еды при помощи электромагнитных волн. Через два года конструкция печи была доведена до ума. И в 1947 году компания Рейтон выпустила первые микроволновки, которые тогда назывались радарные печи. Они были похожи на здоровенные шкафы, буквально нашпигованные радиолампами, трансформаторами, охлаждающими вентиляторами и гирляндами проводов. А сама камера, куда следовало помещать блюда, была непросторней духовке в обычной газовой плите. Ну, два-три десятка этих чудо-печей еще купили. Но дальше дело не пошло. И это несмотря на то, что презентацию новой печи проводила выдающаяся по всем показателям блондинка. Одним словом, печь явно не была рассчитана на среднего американца. Да и стоила она около трех тысяч долларов. Настоящие повара отказывались работать с новым агрегатом. Мясо в нем невозможно было поджарить, да и подогрев шел неравномерно. Личный повар председателя компании Рейтон уволился, когда ему велели готовить в микроволновой печи. Но в 1955 году американская компания Теппан Кампани все-таки представила первую бытовую микроволновую печь. Эта модель имела два уровня мощности и таймер на 21 минуту. А дальше в дело вступили японцы. Удивительный народ, который способен на лету подхватывать чужие идеи и давать им новую жизнь. В 1962 году фирма «Шарп» из страны восходящего солнца выпустила первую серийную бытовую СВЧ-печь. Однако спрос на новое изделие был вначале невысок, так как американцы, а на них в основном строился расчет, еще не распознали достоинства нового товара. Оживление продаж началось в 1972 году с приходом на американский рынок более дешевых японских печей. А в середине 80-х начался подлинный печной микроволновый бум. В результате около 90% американских и европейских семей было охвачено новой модой на готовку еды. Увеличению спроса на микроволновки способствовало появлении микропроцессоров, которые начали встраивать в эти печи. Прежде в них можно было наиболее рационально размораживать продукты и разогревать приготовленные накануне на обычной плите. С появлением же программируемых печей процесс приготовления пищи максимально упростился и ускорился. Раз – достал продукт из холодильника. Два – загрузил его в камеру микроволновки. Три – выбрал нужную программу и установил таймер. И все, гуляй пока. А когда нагулялся, доставай из печи свежеприготовленное блюдо. Причем выглядеть эта еда может как на картинке. Ведь в чудо печки установлен теперь и гриль. Без микроволновой печи невозможно себе представить современную кухню. Как работает эта печка можно понять только теоретически. Но вот увидеть этого нельзя. Возможно, поэтому микроволновая печь породила множество пересудов. Микроволновки вызвали яростные дискуссии об их полезности или вреде. Противники этих печей утверждали о смертоносной радиации, которая якобы от них исходит. А также об убийственном электромагнитном поле вокруг этого аппарата. Сейчас страсти вроде бы поутихли. Радиации, похоже, нет и в помине. А от вредного электромагнитного поля владельцев СВЧ-печей надежно защищают специальные сеточки на стекле дверцы. Ячейки этих сеточек сделаны определенного размера. Их диаметр равен длине волны сверхвысокочастотных колебаний. Но что уж точно нельзя делать в микроволновой печи, так это сушить кошку. Об этом даже пишут в инструкциях. И неспроста. А дело в том, что более 10 лет назад одна американская домохозяйка помыла любимую кошку и сунула в микроволновую печь под сушицей. Исход, как вы понимаете, был летальный. Но, видимо, у американской дамы был иной прогноз. Когда же случилось то, что случилось, неистовая домохозяйка подала в суд, упирая на то, что компания-производитель не указала в инструкции, что в чудо-печке нельзя сушить домашних животных. В результате эта корейская компания была вынуждена выплатить по иску 1 миллион долларов. А в инструкциях особо указывать, что данный аппарат не предназначен для просушки домашней живности. В Советском Союзе первые микроволновые печи появились в середине 80-х годов. Их выпускали на московском заводе «Зил» и Днепропетровском «Южмаш». В те времена для массового потребителя микроволновки были заповедным чудом. И с большим успехом их использовали иллюзионисты в цирковых номерах. Например, в московском цирке шло представление «Чудеса без чудес». Одним из номеров этого шоу было приготовление яичницы прямо в тарелке, поставленной на холодильник. Понятно, что в цирковом холодильнике был спрятан генератор СВЧ-волн. Но тогда и слова-то такие мало кто знал. Итак, что можно сказать в заключении? Конечно, микроволновка явила миру новаторский способ обработки и приготовления пищи. Но одновременно все это нанесло и мощный удар по традиционной концепции дома. Веками очаг был центром семейного быта. А теперь микроволновку теоретически можно поставить в любом уголке жилого пространства. И хотя изобретатель этого аппарата и не думал разрушать вековые устои, его творение стало, по сути, первой ласточкой пресловутой глобальной цивилизации. Той странной ситуации, в которой современный человек мира еще острее ощущает свое одиночество с пресловутым телеобедом, разогретым в микроволновой печи. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин